У меня в руках обычный тахограф. Это устройство позволяет с точностью определять режим труда и отдыха каждого водителя. Оренбургские перевозчики уже массово оснащают свои автобусы этим девайсом. Более половины машин автопарка уже с заветной коробочкой внутри. В компании поясняют, что процедура идет постепенно, так как установка одного тахографа обходится примерно в 50 тысяч рублей. Понятно, что дорогостоящая операция с учетом большого парка, взять, даже если перевозчик обладает 100 транспортными средствами, это нужно 5 миллионов рублей выложить. Но если, повторюсь, полномерно подходить к этому вопросу, в принципе, цель реальная, достижимая. Также в компании заверяют, что затраты на установку нового оборудования не отразятся на режиме работы общественного транспорта. Словом, как и на стоимости проезда. Оренбургцы никаких изменений пока не замечают. Но к возможной перспективе платить больше готовы далеко не все. Даже не знаю. Я слышала, что будет повышение тарифа. Но насколько? Если это обезопасит мои поездки. Я готов заплатить 2-3 рубля там. Оно не повлияет на мои расходы и доходы. Я думаю, что даже если мы будем переплачивать, то... А как это вообще будет отлажено? Пока пассажиры рассуждают, некоторые перевозчики уже успели потратиться внепланово. В ГИБДД Оренбурга докладывают, что уже провели несколько рейдов по проверке тахографов в автобусах города. К сожалению, такие случаи у нас присутствуют. Ну, с 1 января на сегодняшний момент нашими сотрудниками составлено около 15 протоколов. Ну, соответствующие нарушения там понесут как водители, так и должностные лица. Будет дана правовая оценка. Между тем, в администрации города сообщают, что перевозчикам могут продлить сроки на оснащение пассажирского транспорта тахографами до 1 марта 2023 года. Правда, официальной информации о том, что новое постановление вступило в законную силу, не поступало. Вячеслав Камп, Алексей Назин. Новости дня.